Проектно-сметная документация по ремонту школы номер один во Владимире должна быть готова в ближайшее время. Об этом сообщают в администрации Владимира. Напомним, еще весной кусок штукатурки с фасада здания на Дворянской упал на головы школьникам. Позже в самой школе на лестничной площадке частично обвалился потолок. В результате прокуратура подала иск в суд на администрацию города с требованиями обязать чиновников выделить деньги на приведение школы в порядок. В ходе рассмотрения искового заявления администрации города денежные средства для разработки проекта выделены. В остальной части требования прокурора удовлетворены. Исполнение решений контролируется прокуратурой города. К слову, в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения прошлых лет. Как оказалось, ремонт в школе требовался еще в 2015 году. Но тогда городские чиновники не стали предпринимать необходимых мер. С 2015 года руководством школы в целях получения финансирования необходимого для проведения ремонтных работ Управление и образование администрации города неоднократно направлялись заявки, которые были оставлены без должного внимания. Необходимых мер по выделению денежных средств и проведению ремонта зданий принято не было. А в прошлом году, как сообщает надзорный орган, здание школы подвергалось обследованию. Уже тогда оно показало, что штукатурка на фасадах находится в трещинах, имеет множественные отставания и утраты. Состояние штукатурки и облицовки по всем фасадам неудовлетворительное. А сама школа нуждается в капитальном ремонте. Во время рассмотрения иска администрация выделила деньги для разработки проекта ремонтно-реставрационных работ, поясняют во Владимирской прокуратуре. В мэрии нам сообщили, решение суда будет исполнено. Проектировщики этой проектно-сметной документации в срок до 1 июля должны представить свои предложения, план работ какой-то. И отсюда мы будем уже определять ту сумму, которая потребна нам будет по ремонту, с тем, чтобы постараться, чтобы 1 сентября детские школы пошли. Получается, что до 1 июля должны стать известны точные сроки окончания работ и объем. Успеют ли к сентябрю? Мы будем следить за развитием событий. Алексей Домнин, Шестой канал.